Следующий аспект практики Верховного Суда в 2018 году – это то, что Верховный Суд подготовил обзор, связанный со спорными положениями упрощенной системы налогоплажения. И вообще следует заметить, что, пожалуй, это одно из центральных событий в судебной практике 2018 года – это как раз данный обзор. Обзор достаточно большой, но я хотел бы обратить внимание на три аспекта, которые в нем отражены. Во-первых, Верховный Суд затронул проблему обложения обеспечительного платежа в рамках упрощенной системы налогоплажения. В данном случае Верховный Суд исходит из того, что необходимо анализировать положение договора, из которого можно понять, как соответствующий обеспечительный платеж может использоваться. В том случае, если обеспечительный платеж может быть использован исключительно для оплаты товаров, работы и услуг, то в данном случае такой обеспечительный платеж должен рассматриваться в качестве аванса. И этот обеспечительный платеж подлежит включению в облагаемые доходы в периоде получения соответствующего обеспечительного платежа. Однако, в том случае, если в договоре указывается, что обеспечительный платеж может быть использован для погашения убытков, которые могут возникнуть в рамках договорных отношений. Более того, если в договоре указывается, что по окончании договора обеспечительный платеж возвращается, то оснований для включения такого обеспечительного платежа, на всяком случае, в момент его получения в доходы, таких оснований нет. Вообще, следует заметить, что применительно к обеспечительному платежу Минфин России, на мой взгляд, придержится все-таки иного подхода при определении налоговых последствий при получении обеспечительного платежа. Например, в письме 2019 года, которое тоже связано с учетом обеспечительного платежа по ОСН, делается общий вывод, что обеспечительный платеж на дату его получения, во всяком случае, не учитывается. То есть, как видите, Минфин в данном случае в отрыве от каких-либо договорных условий делает общий вывод. Также, на мой взгляд, в какой-то мере отходит от подхода Верховного суда позиция Минфина по учету обеспечительного платежа при определении налоговых обязательств по НДС. Опять же, в письме, реквизит которого вы видите, указывается на то, что при получении обеспечительного платежа данный обеспечительный платеж должен включаться в налоговую базу по НДС. При этом Минфин вообще ничего не говорит о возможных вариантах договорных условий применительно к использованию аванса обеспечительного платежа. Поскольку, опять же, если применять подход Верховного суда применительно к НДС, то здесь очевидно, что если обеспечительный платеж может использоваться только для оплаты товаров, работ и услуг, то да, здесь можно согласиться с Минфином, что такой обеспечительный платеж должен включаться в базу по НДС. Но если обеспечительный платеж может использоваться для погашения убытков, то в этом случае оснований сразу включать данный обеспечительный платеж в налоговую базу по НДС, таких оснований нет. Следующая проблема – это проблема, связанная с учетом остаточной стоимости индивидуальными предпринимателями. Дело в том, что в главе по ОСН предусмотрено, что при достижении определенного лимита стоимости оставных средств лицо лишается возможности применять упрощенную систему налогоблажения. И всегда был спорный вопрос, а необходимо ли данное условие соблюдать индивидуальным предпринимателям. Дело в том, что норма, которая устанавливает правила применительно к остаточной стоимости, она содержит это условие только применительно к организации. То есть там прямо указывается об организациях. Об индивидуальных предпринимателях ничего не говорится. И на этом основании многие специалисты, на мой взгляд, вполне обоснованно говорили о том, что это правило на индивидуальных предпринимателей не распространяется. Однако Верховный суд в своем обзоре пришел к несколько иному выводу. И было указано на то, что это правило распространяется как на организации, так и на индивидуальных предпринимателей. Но на самом деле проблема с учетом остаточной стоимости, несмотря на сделанный вывод Верховного суда, она останется. Поскольку многие предприниматели будут продолжать читать соответствующую норму об условии, которые связаны с остаточной стоимостью, и будут видеть, что там прямо не указывается о том, что на индивидуальных предпринимателях это условие сохраняется. И значит, они будут продолжать считать, что их это условие не касается, и они в любом случае, независимо от размера остаточной стоимости основных средств, могут применять упрощенную систему налогоблажения. Возможно, возможно, эта проблема будет решена, ну не знаю, либо в ближайшее время, либо в среднесрочной перспективе, поскольку Минфин России в основных направлениях налоговой политики в качестве плана законодательной деятельности указал на необходимость установления порядка учета индивидуальными предпринимателями стоимости основных средств при применении упрощенной системы налогоблажения. Следующая проблема, она связана с филиалами и с последствиями, которые возникают при появлении филиала. Дело в том, что наличие филиала является препятствием для применения УСН. И если лицо, применявшее УСН, создает филиал, то оно должно прекратить использовать упрощенную систему налогоблажения. Но очень часто возникает проблема, когда у лица есть обособленное подразделение, и возникает вопрос, как его квалифицировать. В данном случае Верховный суд предлагает руководствоваться формальным критерием, а именно то, что для того, чтобы то или иное обособленное подразделение было признано филиалом, оно, во-первых, должно быть отражено в учредительных документах в качестве филиала, ну и, во-вторых, это обособленное подразделение, оно должно быть отражено в реестре юридических лиц в качестве филиала. В общем-то, того же самого подхода придерживается и Минфин. В России реквизиты соответствующего письма вы видите. Но здесь следует сказать, что сам по себе факт, формальный критерий, он хотя и важен для признания обособленного подразделения филиалом, но наличие регистрации филиала еще не является безусловным основанием для вывода от того, что филиал в действительности существует. И на это указывает в том числе позиция Верховного суда, поскольку Верховный суд указал, что в том случае, если налогоплательщик отражает в учредительных документах филиал и также регистрирует филиал, но в действительности не осуществляет какой-либо деятельности через филиал, то нельзя говорить, что налогоплательщик создал филиал и что имеется основание для прекращения применения ОСН. Здесь следует заметить, что Верховный суд рассматривал эту ситуацию, когда налогоплательщик намеренно пытался досрочно прекратить использование ОСН, поскольку, скорее всего, налогоплательщик хотел применять вычеты по НДС. И для этого ему нужно было прекратить применение ОСН. Но в целом сущностный подход применяется и в ситуации не только, когда налогоплательщик хочет досрочно прекратить применение ОСН, но и в ситуации, когда налоговый орган считает, что налогоплательщик должен прекратить ОСН. То есть и в ту, и в другую сторону может применяться этот сущностный подход. Поэтому имейте в виду данный аспект.